Тимберсо добавляют в качестве того самого героя. Опять у нас Cloud9, нашли какую-то свою игру и решают ничего не менять. Тимбер на легкую для Эйса, Снайпер для Бобби Найта, Никс Ассасин. Единственное, немножечко в этот раз с упортами эксперимент легкий в виде визажа. У Team Secret же проверенный пик, также Кизо на Магнусе и Эмберспирит от Мидуана. Ну и Эмпи, надеюсь, что вчера он сделал правильные выводы и больше не будет свапаться с портами ХП. Будет действительно тащить катку. Хотя ту игру они выиграли, поэтому почему бы и нет. Ему, если он так хочет свапаться, нужно купить репрешер или вкачать талант на Сандер. Ты свапаешься жизнями спасать своего союзника и отбегаешь назад. Через 10 секунд урываешься с блинка и свапаешься жизнями уже с другим персонажем. Спасаешь своего и убиваешь врага. Или просто с рефрешера. Сандер и Сандер. Идеально. С рефрешером звучит поинтереснее, потому что вчера он за эти 10 секунд, которые отбегал, успевал погибнуть. Давайте посмотрим на... Пупей будет играть на Пудже. Врывается в вражеский лес с вардами. Здесь же Кизу, у которого также есть один сентрячок. Они ищут и находят Ною на Эрспирите. Ноя вступает в неравную битву против Магнуса. Но рядом еще есть и Падж. Ну и Ноя отходит. Да, увидел Пупея, скорее всего. Пупей поставил вот такой вард. Заблочить спаун. Ноя поставил вард на легкую линию. Сверху у нас выходит MP. Варда у него нет. Вообще не торопятся. И как-то на верхней линии пока что у нас вардов не появляется. Хэст Джо Роттон опять будет играть на Никс Ассасине. Сегодня мы уже видели его на этом герое. В принципе, неплохо получилось. Вообще Никс Ассасины у нас как-то неплохо смотрятся на этой квалификации. Практически во всех командах они выполняют хороший объем работы. Почти все сплы у Никс Ассасина очень полезные. Ты всегда можешь эффективно использовать Крапаси. Будет актуален стан. Ну, без вендетовиков никак не обойтись. Монобер тоже заходит. Ну, а Вендетта создает давление по всей карте. Очень хороший вообще персонаж сам по себе. Наверное, лучший хардлайнер сейчас для паба. А, ну и он стоит на линии. У него много армора. У него повышенный реген. Он забирает баунтируну из-под носа у Варлока и ТБ. В общем, герой сказка. Герой обалденный. Да, на этот раз Хэстер Джороттон с таймингом верно все рассчитал. Сегодня в первой игре он немножко ошибся, но сейчас исправился. Бэби Найт на центральной линии вместе с Ноей. Возможно, Ноя будет помогать против Мидвана. Но у Снайпера не должно быть особых проблем против Эмберспирита в начале игры. Как мы уже неоднократно отмечали. Так, ну и на легкой линии у нас Эйс. Опять на своем Тимберсо. И против него Магнус. Достаточно приятный персонаж для Тимберсо. Можно на этой линии хорошо стоять. Можно вообще оставить одного Тимберсо и просто пойти заниматься своими делами. Никс дает стан. Выходит Пупей. Начинает замедлять. Хэстер Джороттон. Кажется, это Ферзблаз. Погибает. ФВ оформляет команда Сикрет. Очень хороший выход от Пупея своевременный. Стан нужно давать только в Паджика. Только когда он к тебе подходит. Варлок и ТБ тебя не могут подцепить. Ты просто от них убегаешь на ноги и они тебя не догоняют. Снизу врыв на Магнуса. У него все еще нету второго уровня. Он получает второй уровень, пытается уйти на Скьювере и уходит. Хэзу красавчик. Закончилась форма ОМП. Вернулся Никс Ассасин. Но вот как его убивать, когда формы нет, это большой вопрос. Ну, если сейчас запулит и если каким-то образом Паджик снова может подойти, то Ротт это очень сильное оружие в начале. Там 30 урона в секунду и слишком большое замедление. 30% почти любой оффлейнер умирает с руки. Ну, а по-прежнему в зоне это Мидвана. Первый уровень Никс. У Паджика появляется Хук. Паджик теперь может еще параллельно выйти в центр. В центре продолжает стараться бить Мидвана. Эрспирит в него вкатывается, но даже несмотря на это Мидван идет почти вровень со снайпером. Да, не получается. Он стоит один против двоих и стоит наравне, тем самым выигрывает эту линию. Никс Ассасин никак не может взять второй. Вот только сейчас, оттянувшись на баунти руна, получает уровень 2. Кизу отпуливает себе немножечко крипов. Встречает его Райз. Да, ну его никак не заберут, но в любом случае Райзу нужно стараться взять быстро шестой. У Тимбера не хочется забирать экспу, Тимберу своему нужен быстро шестой, поэтому Райзу он только и делает, что будет. Магнуса, конечно, можно похарасить, слегка побить, но у Магнуса 4 армора, щиток и особо его Визаж не пробивает. Да и Визажу без ассиста тяжело пробить без левела. Ну и он особо не заромит Визаж. У него очень маленькая скорость бега, 285, и у него не самые лучшие скиллы для того, чтобы убивать героев. Ну разве что какого-то Эмбера он завалит при поддержке снайпера. Сверху. Ну сверху идет обмен тычками. Эмпи постоянно под хилом Варлока, есть куча хп. Да, ну раз сверху все хорошо, то Пупей выходит на центр. Имеет смок. Кстати, интересно посмотреть, что он будет делать дальше. Я помню какие-то игры, где Пупей был на паджике, и он не делал вообще ничего первые 5 минут. Вот эта игра начинает мне напоминать те времена. Он бегает вокруг тир-1 вышки. Мидуана цепляют и помогает своему тиммейту. Спасает. Нашел себе применение. Ну так, оказался полезным. Можно наверх вернуться. Пока Эмбер не шестой, очень тяжело забрать снайпера. Потом будет проще. Он заходит Бобби Найт на центральную линию. Как же он хороший тут, Эмбер Спирит. Да, но Эмбер Спирит не отстает по Крепстату все еще. А с появлением шестого он уже сможет сам быть достаточно опасен. Пупей вытягивает Никса и забирает его. Пупей божит. Забрал два раза Никса с Ассасина. Спас Эмбер Спирита. Подвышечка Эмбер Спирита не убить. Эмбер Спирит немножко ошибается. И прямо сейчас нужно кидать Шрапнель. Шрапнель висит. Эмбер Спирита бьют. Все еще щит горит. Эспирит чуть не погиб. И Паджик. 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 Не успевает. Не успел чуть-чуть подойти. Отступает. Решает вернуться у нас Мидван. Может быть сейчас возьмет баунти руну, пополнит Боттл. Да, баунти руна имеется. Выпивает, пополняет, активирует. Еще сейчас восстановит немного ХП. И можно будет возвращаться. Хотя пока что решил отдать линию Пупею. Для того, чтобы тот получил дополнительный какой-то уровень. Может быть какой-то фарм. Транкл Ботинку быстрее себе вынес. У Эйса все шикарно на нижней линии. Он продолжает фармить. Ему никто не мешает. Кизу отсюда вообще ушел. На, и с третьей пассивочкой. Чувствует себя великолепно. Сверху Никс Ассасин. У него, как мы видим, всего три крипа. Его не подпускают. Он получает только уровень, но не фарм. На нем еще и фармится Пудж. Ему по-хорошему. Единственное, что вообще было нужно на этой линии, это вард, чтобы он наблюдал, где же бегает Паджик. Если Паджик рядышком, то просто стоишь на месте и довольствуешься тем, что два саппорта уделяют тебе так много времени. Ну, а в этот момент там выигрывают линию снизу или выигрывают линию в центре. А у него варда нет, и он очень боится. Боится, да. Очень боится. А Пупей стоит рядом. И Пупей готов. Хотя, например, ТБ и Варлок ему вообще ничего не делают вдвоем. О, не попал. Почти. Казалось бы, цеплял. Но чуть-чуть не попал. Снизу Эйс пользуется тем, что его оставили абсолютно одного. Начинает давить вышку. Тимбер не лучший пушер, но он расправляется скрипами. Он убивает катапульту. Его катапульта стреляет по вышке. И за счет этого вышка потихоньку-потихоньку падает. Пассивка стакается. Также очень эффективно. Пупей заходит на мид к сопернику. Ставит вард. Пока что вообще не видно Эр Спирита, который бы хоть что-то заромил. Хоть где-то был бы полезен. Совсем выпал он из игры. Ну и Мидуан уже имеет седьмой уровень. Есть у него Флэмгард высокого уровня. МП. Снайпер пытается зарядить Ассасинейт. Но снайпера цепляют. Здесь же Мидуан. И снайпера забирают. Отличная игра от Пупея. Спасает своего кэри МП. Отхиливается и МП живет. Нужно уходить. У них с Ассасина больше нету маны. МП на развороте. Видит, что маны нет. Избивает Хэста Джо Роттона. Оформляет фраг. Ну и теперь цеплять Ною. Не привязывает Ною. Но есть еще Пупей. У Пупея хук. Ноя уворачивается от хука. 4-0 в пользу Сикрет. Пока что, несмотря на то, что здесь помогли бы Сикрет еще получиться сыграть, они никого не отдают. Они очень классно перетягиваются. И они ведут эту игру. Эйс. Эйс это единственный, наверное, герой, у которого все в порядке. Он продолжает бить вышку. Уже почти спушил ее. Четвертая пассивка работает великолепно. Ну и сейчас Магнус, может быть, попытается заденайть. Но, судя по количеству маны у Магнуса, шансы его невелики. Может быть, проще отдать. Фортификейшн. И сейчас кто сделает тычку? 3 хп. И Магнус. Магнус по таймингу. Кизу здесь все сделал очень хорошо. Упей. Идет наш Райм. Сейчас бахнет парочку или покупает себе Слоу Ринг. Хорошая следочка. Транквил тапочки, Слоу Ринг и Инфюзит Райм Дроп. Всегда будет мана, всегда, если что, будешь захиливаться. И думает, куда же ему пойти. Можно пойти убить кого-то в центре через Смог. Например, с тем же Эмбер Спиритом. Или можно пойти, например, вверх и дальше продолжать убивать Никс Ассасина. Решил, что снизу с Тимбером получится. Ну, Эйс у нас неоднократно загуливал. И, может быть, это очередной раз, когда он попадется. Выходит Пупей прямо к нему в лицо. Нужна помощь Эмбер Спирита. Он находится рядом. Эмбер Спирит убьет Тимбера. Ну, скорее, просто получает Пут Шекспу здесь и фарм. Не более того. Пока не торопится. Никс Ассасин получил шестой. Ищет свою жертву. Пока что найти никого не может. Он здесь, в принципе, один. Находит Кизу. Но это... Да, это не лучшее использование. Уже кончалось Вендетта, поэтому просто куснул Магнуса и ушел. Эмбер Спирит решил выйти наверх. Прожимает Смок. Двигается. Ищет Эр Спирита. Ищет Тимбера, который, кстати, уже находится сверху. Решил сменить направление. Резко выходит на Никс Ассасина. Прыгает на Снайпера. Снайпера фокусим. Галлием сверху падает на голову. Но Снайпер пока бежит, бежит. И Эмбер Спирит все равно его догоняет. Забирает Снайпера. Также забирает и Визжа. Остается один Никс Ассасин. И он тоже, скорее всего, никуда не уйдет от Эмбера под хостой. Эмбер здесь не отпускает. Флеймгард все еще работает. Мидуан оформляет даблкилл под прикрытием Пайлайдая. И, конечно, для Снайпера очень неприятно то, что он потратил свой ультимейт на Магнуса и не добил Магнуса, оставив ему буквально 20 хп. После этого оставшись безоружным, потеряв позицию из-за того, что очень долго целялся у этого Магнуса. 7-0. Да, бесподобная реализация руны ускорения. Прямо как часы сработались. Нападает еще Эрспирит на Варлока. Варлок бежит. Варлок живет. 39 хп у него осталось. Но Амидван успевает еще вернуться и забрать Эрспирита. Как же круто играет Сигрет в этом матче. Ну, ему еще очень сильно везет. Никс Ассасин идет за Пайлайдаем. Но Пайлайдая, если будет отступать на базу... MP можно убить вот под дебафом. Можно пыло убить MP, но можно и Варлока убить тоже пойдет. Здесь уже Варлок обнаглял. MP даже не реагирует. Да, какой-то жук-таракан там ползает под ногами. Для Террорблейда это совершенно неинтересно. Вообще Варлок мог забрать Реген. Мидван врывается на Снайпера. И Пупей вместе с Мидваном оформляют очередной фраг. Пупей на паджике очень круто сейчас все делает. 2-0-2. Загангл, засейвил. Реализовал все, что можно. И теперь можно расслабиться. Голема нет. Реверс полярти есть, но все еще нету блинка. Эмберспирит пока у нас без травелов. Хотя они вот летят. А, нет. Пожди, ты его? Да, да. Это его травела. Да, но Мидван, как мы отмечали, играет без Вейла. Он покупает себе травела, потом Элстром. И можно просто пофармить, возможно, кого-то гангая. Ну, варды у Cloud9 отсутствуют. Есть только один, который толком ничего не показывает. И Cloud9 боятся вообще куда-ли выйти. Они ничего не видят. Они слепы. Так, видят Эйса. Ну, забрать его тяжеловато здесь. Тем более, рядом находится Cloud9. Варлк ворует тролля. И этого, это в принципе уже неплохо. Хэст Джо наступает на вард. Пайлайт Д все прекрасно видит. Отступает вместе с Мидваном. Догнать их здесь не получается. Ну, и продолжают. Сикреты действуют достаточно спокойно. Отдали они только один фраг на Варлоке. Как мы видим, по экономике они наращивают свое преимущество. Снизу Мидван. Он прекрасно видит Никс Ассасина, который прячется в кустах. Ну, в случае, если бы Никс Ассасин собирался выходить. Все-таки радиус Сентриварда позволяет его на выходе из этого лесочка зацепить. Пупей Кезу заходит Мидван. Мидван на хосте получает стан. Эйс, отличный чёти коферинг от Варлока. Забирают моментально Тимберсоу. Следующий на очереди Визаж. Райс. РП в одного только снайпера. Мидван погибает. Слишком далеко он зашел. Также проседает у нас. Снайпер закрыт. Снайпер погибает. Но при этом еще успевает забрать Магнуса. Никс бежит в Виндейте. Но прямо сейчас его видно. Его видит Терроблейт. Успевает использовать Сандр против Эрспирита. Терроблейт живой. Никс битый. Эрспирит битый. И Эрспирит никуда не уходит. Размен 3 в 2. Эрспирит сам приходит в лапы. Пупей. Пупей кого ты ищет. Ох, Джо просто выпустили отсюда. Просто ушел на ноги. Оп. Нет. От Пупея такие не уходят. В итоге минус вышка. И драку выигрывает у нас Сикрет. Несмотря на то, что отдали Мидвана, Тимбер закатывается в Пупея. Пупей отъедается с помощью ультимейта и Эйс. Ну, Эйс продолжает фидить на Тимберсон. Начиная с 10-й минуты. Он во всех играх умирает очень много. Какой артефакт покупает Пупей. И какой артефакт покупает Варлок, мои мальчики. Два Мидаса. Причем два Мидаса на суппортах до 15-й минуты. Хорошо. Теперь будут набирать еще эффективнее свой фарм и уровень. Голдишка пошла. Смотрим на графики. Преимущество уже 7,5. Да, возможно, я погорячился с тем, что начинается самая жара. Но, во всяком случае, напряженные борьбы пока не выходят. Но, может быть, Клауд Найн смогут еще за что-то зацепиться. Но пока Сикреты слишком хороши. Хеста Джо, его видят, Карапасы, Пупей готов давать хук, дает хук и спокойно забирает Никс Ассасина. Вот игра, конечно, с центрями и апсами такая, которой вчера очень не хватило Берс. Практически всегда, куда бы ни вышел Никс Ассасин, он попадает на центре и его забирают. И практически всегда Сикреты стараются находиться именно на этих центрях, чтобы можно было подманить того же Никс Ассасина. Вчера я помню, что когда был Никс, по-моему, Мич на нем играл. И там было следующее. Мичку отойдет. У противника четыре центри. Но он все время умудряется оказываться там, где есть противник, а центри нет. Тут же Сикреты действуют совсем наоборот. Они ставят варды, и они по КД на этих вардах бегают. Они никуда не уходят. Они продолжают на них находиться, чтобы их нельзя было забрать. И пока это восхитительно. Это просто красота. Мидуан фармит. Как будто бы один, но его прикрывают два тиммейта. Да, вот сейчас видят. У МП уже готова манта на 15-й минуте. Находит Ною. Но и пора отсюда валить. Ну, Сикреты не собираются атаковать. Они спокойно перетягиваются на топ. Используют Смок. Есть уже Блинк Даггер у Кизо. Будем ждать хорошего РП. А Пупей реализует свой Мидасик. Также 3 секунды остается Пайлай Дайо. Очень хочет он реализовать свой. Врывается у нас Мидуан. Мидуан. Да, Мидуан что-то решил один против пятерых зайти. Не дождался он тиммейтов. Совсем чуть-чуть. Но вот и не тиммейты. Хэсэ Джо попадает в хук. Отличный раскаст от Магнуса и Варлока. Два героя оказываются в куче. Залетает пила от Тимберсо. Магнус все еще жив. Не могут добить Ною. Ноя уходит на лоу ХП. Магнуса подрезает Тимберсо. Защищает своего Эр Спирита. И два в один размен. Остается ТБ. ТБ бьет Тимбер. У Тимбера только-только настакивается пассивка. Очень много урона. Выдает ТБ под Эмпауэром. Больше трехсот. И Голем все еще есть. С Големом можно пойти и забрать в их чуху. Несмотря на то, что ТБ Ранжевик. Эмпауэр на нем работает классно. Так как много белого урона. И суммарно вот это кэрри, у которого уже до двадцатой минуты 300, ну почти 350 урона. Это абсолютно дикое значение. То есть если он возьмет себе еще хотя бы немножечко статов урона, там будут какие-то невероятные цифры. Мидван продолжает нас радовать своим айтем-билдом. Вейл? Нет, не слышал. И покупает себе Майлстром. Ну да, он вчера так играл целый день и сегодня продолжает так же играть. Правда, вчера он играл как-то понадежнее. Сегодня уже пару раз забежал в кучу врагов, отдался. Никс очень неприятный герой. Он его вырубает нон-стоп. Есть дабл-дэмэдж сейчас. Ну и куда пойдут Сикрет? Если у них смок. Если у них вообще в принципе желание атаковать. Их видят. Они видят Райза, они видят Никс Ассасина. При этом они видят опять Никс Ассасина на центре в очередной раз. Эта комбинация вардов спалила всю движуху. И могут сами выйти наверх. Забрать очередную вывочку. Преимущество более 10 тысяч по золоту. По опыту чуть скромнее пока что. Тимберд. Мало мана. Эмберден бежит. У Эмбера дт. Гаргулья спасла. Гарпия, вернее, спасла сейчас жизнь Тимберсо. Потому что хук летел прямо в цель. Мэлстром уже готов. До 18 минуты. Очень чудесные тайминги получаются у Сикрет. Все настолько быстро. Особенно если посмотреть на Террор Блейда. У Эмпи на 18 минуте уже и Манта, и Диффуз, и ПТшечка, и Аквила. И почти 15 уровень. Цепляют Никса. Никс. Кусает Пупея. Отступает. Не смогли его зацепить. Идет дальше. Эмбер Спирит. Есть дабл дэмэдж. И забирают Никса. Следом должны забирать птичек Визажа. Потом самого Визажа. Визаж уже никуда не уходит. Заканчивается действие первого Спыла. И это 2 в 0. Можно выходить на верхнюю линию. Попытаться ее подпушить. Здесь еще 1. Ну и может быть даже на Террор 2 выйдут. Хотя я думаю, что после Террор 1 отступят. По графикам катастрофа. На 12 минуте все было нормально. Прошло 6 минут. И они уже лидируют 13 тысяч. Тотальный разгром. Пупей покупает Блинк. Как будто играет отец с сыном. Такое ощущение складывается. Старший и младший брат скорее. Да. То есть он дал им поразвиваться. Они как бы играли, играли, играли. А после этого отец начал показывать сыну приемы. Просто по всем параметрам перегревают. Да, как рассказывал мой друг один, что он в детском саду себя считал самым сильным человеком в мире. Но потом... И он всех побеждал в группе. Но потом он попробовал со старшим братом побороться. Больше он себя сильным человеком не считал. Правильно. Здесь примерно так же. Секреты показывают все свое мастерство. Видимо собрались они на сегодняшний игровой день. Но опять же им нужно доигрывать и эту, и следующую встречу до конца. И обязательно забирать очки. Выход от эйса. Диффузан ТБ. Хорошо. Дальше будет делать Блэккинг Бар. Чтобы не бояться вообще Эрспирита, Тимбера, Никса. Просто с этим БКБ бежать и уничтожать. Купей. На этот раз попадает Мидвана. Но Мидван догонит. У него хастан. Он догоняет, цепляет. Оп, оп, оп. Разводит, разводит. Минус стан, минус саленс. Ну, не позволили своего Никса сасасина забрать. Никса будет тяжелая игра. У него счет 1-8. Да, не самый эффективный Никс, которого мы видели. Тимберсо подпушил нижнюю линию. Приходит на топ. Небольшое затишье у нас в игре. Давно не было стычек 5 на 5. Но не хотят драться с Клауд Найн. Понимая, что сейчас они явно проигрывают. Но экономически как-то догнать секрет будет очень тяжело. У Пуджа Мидас, у Варлока Мидас. Их зажали. Клауд Найн зажали на базе. И мы видим, что уже все идет к 15 тысячам и 10 тысячам экспириенс. Инвиз использует. Попытка номер 5. Ганг Никса сасасина. Да, на этот раз вместе с Сорспиритом. На этот раз с Маке, чтобы его точно не увидели на вардах. Вот 100%. Потому что он снова через них прошел. Но он смог быть ему незаметным. И Мидван также в невидимости. Ищет Райза. Находит Райза. Ну и в принципе... Как-то да, слишком... Слишком что ли... Находит птичек Райза. Убивает одну птичку. Это еще плюс 100 монет. Вообще непонятно, зачем в этой игре был нужен Визаж. Наверное, потому что Клауд Найн по всем фронтам проигрывают. И Никс не реализован, и Визаж, и Снайпер, и Орспирит. Огромное отставание. Тут еще непонятно, зачем Визаж сам с собой старается пушить линии, если он может это делать исключительно птицами. Отправил птичек, они линию пропушили, а в этот момент ты находишься... Сверху Пудж кукает в Тимберсо. Подходит Никс. Но у Пупея не работает рот. Приходится станет. И Магнус дает РП по двоим. Минус Никс, минус Эйс. Остается здесь Ноя. Ною, по-моему, видели. Спирит говорит, я пошел. А ему говорят, ты никуда не уйдешь. Минус Ноя. Минус 3. MP викетсик. 5.22. Ну и Сикреты, по-моему, уже готовы заканчивать эту игру. БКБ готово на Террор Блейде. 15 тысяч Нетворс. Интересно, сколько это золота в секунду? Можно посмотреть. Много. 670. 670. И 400 урона у Террор Блейда с руки. Падает Рошан. Пока что Сикреты стараются не форсировать события. Спешить им некуда. Всего-навсего 22 минуты от начала игры прошло. Можно еще немножечко пофармить. Зафармить еще пару слотов. Тем более, что соперник даже не близок к тому, чтобы начать догонять тебя. Ну, возможно, сопернику стоит просто пойти в отчаянную атаку. Они вот все время где-то сражаются и все время их мало. То есть вот тут начинается замес. Тут они кого-то стараются принять. Но их всего двое. А у Сикретов 4 человека. Снизу визаж один пушит линию. Но это так не работает. Нужна подмога. Находит его купей. А тут просто улетел герой. Прямо вот здесь был снайпер, по-моему. Да, снайпер решил, что... Он нас взял и улетел. Не стоит. Не стоит помогать. Хотя он убивал Паджика. Паджика он убивал. Ну, подтянулся тут же Эмбер Спирит. И снайпер потом сам рисковал не уйти. И он решил, что лучше он сыграет вот так вот. Понадежнее. Вот он, саппорт. 2000 жизней. Да, это при том, что на жизни у него артефактов нет. Пока что все артефакты куплены на какую-то мобильность, роуминг и так далее. Готовятся Сикреты к какому-то пушу. Клауд Найн пытаются закрепскипить. Пытаются оттянуть неизбежное. Кстати говоря, опять Шиву купил себе Мидуан. Он вчера уже покупал этот артефакт. Очень необычный выбор. Немного кто покупает Шиву. Эйс. Есть Ревела. Путш. Дисмембор. РП. Скьюэр. Но урона не так много. Однако подходит Эмбер Спирит. С Эмбер Спиритом все получается гораздо лучше. Что он там делал? Он пытался закрепскипить и слишком сильно увлекся. Вот здесь. Райс уходит на ТП. Нужна борьба. Пока это избиение. Пока вообще ничего не происходит. Клауд Найн не делает ничего. Скажем так, то что они делают, лучше бы они этого не делали вообще. Тогда возможно было бы все намного лучше. Хэстеджо Роттен уходит в Вендетту. А что конкретно? Вот этот Сплит Пуш? Ну вот тут нормально бегать, когда вот здесь вот. Когда там. Ну здесь его затолкали уже. Ну вообще там. Ну вообще да. Вообще, конечно, не самое безопасное место в данной ситуации. Свердловышки стоят. Секреты. Прожимают какой-то смок прямо около базы соперника. Тем временем Хэстеджо пытается найти хоть кого-то. Может быть хоть курьера. Курьер тоже его облетает. Просто тотальная неудача. Тим Берсо. Опять выехали за Тим Берсо. Такой провал. Ты знаешь, что сейчас было? Что? В последний час. Так, находит Хэстеджо и он погибает. В последнюю секунду, прям в последнюю секунду, когда он уже делал замах, в эту секунду закончилась Вендетта и он не убил курьера. Лоу. И он из этого умер. Находит Эйса, Эйс денается. А это Крипскип. Тем временем пошел у нас врыв. Эмпи уже на базе у соперника. У него есть Аегис, у него есть Блэк Кинг Бар. Он ничего не боится. Он разваливает прямо на базе. Теряет Аегис, но в принципе это только Аегис. У Варлока все еще есть големы. Можно помочь своему тиммейту. Пошли големы, попадают по двоим. Нужно использовать Сандер с кем-нибудь. Ассасинейт. Успевает свапнуться с Пуджом и Пупея. Спасает своего тиммейта. Вот теперь Эмпи выбрал правильную цель. Никс Ассасин получает РП. Вытягивает его, кастует Карапас. И живет еще пару секунд, но погибает. Минус 4. И кажется, игра близится к своему логическому завершению. Делает ТП Тимберсо. Закидывает Чакрам. Падает Милишный Барак. Мидван. Врывается, привязывает Чинами. Пупей вытягивает Эйса. Получает Стан. Сайланс. Эйс использует Святыню. Живет из последних сил. Но Милишный Барак упал. Мидван. Чинами привязывает Визажа. Уходит с помощью Блинка. И отступает Сикрет. Снесли они Милишный Барак на 27-й минуте. Этого вполне достаточно. Мидван тоже решает собрать БКБ. Ну, конечно, на такой стадии БКБ является слишком сильным оружием. Практически на любом герое его можно собирать. Оно будет очень-очень полезно. Тем более, что здесь БКБ пробивать очень-очень тяжело. Да, есть урон какой-то у Снайпера, у Визажа. Но этого не хватает. Пупей ломает Святыню. Подходит МП, помогает ему. Все, все, идем тебя вот включать. Да. На месте Cloud9, по-моему, надо просто нажать смок, пойти в решающую атаку, умереть и сказать, ребята, мы старались. Я просто смотрю на это противостояние и с ними Сикрет и все, что угодно делать. Они как вот деревянный человек, на котором Брюссле отрабатывает свои приемы. Вот на это это похоже. Это Макевара, по-моему, называется эта штука. Да. И ничего не происходит. Нужны решительные действия. Хоть что-нибудь сделать. Снайпер пошел в решительный сплит-пуш. Его нашли. Его нашли. Три Ремнанта. По стопам Эйса. Да, уже Бобинай тоже отчаялся, видимо. Давайте посмотрим на графике. 30 тысяч преимущества. Ну что, давайте уже 45. Поставим какой-то рекорд. Давайте. Ладно, давай немножко парафлим. Клауд Найн сидят на своей базе и не сдаются, потому что они верят в камбэк. В силу камбэка. В силу камбэка верили все, кроме Рспирита, который просто вышел и погиб непонятно за что. И прямо сейчас Эйс идет бежать. Непонятно, почему он туда бежит, что им движет, почему он так старается попасть на базу противника, но он активно верит, что это сработает. Возможно, там есть хлад, возможно, там, я не знаю, есть какой-то... Там что-то есть. Он туда активно идет, но его просто не подпускает. Зачем он это делает? Зачем? И пока Эйс вовсю старается добраться до базы противника, его команда старается задефить свою базу. Наконец-то появляется Блинкдаггер у Никс Ассасина. Никс Ассасин думает, лучше бы я вообще не был бы Никсом в этой игре, потому что все мои вылазки предугадал Пайл Айдай, покупая 1 миллион в центре. Он сидит на базе. Он думает, что теперь... Он ждет, когда Райс научится спидпушить своими птицами. И чудо свершилось. Он научился, вместо того, чтобы Райс бегал по карте на визаже, у которого 0.5.3, вместо того, чтобы отправлять своих птиц и находиться в полной безопасности, он пушил сам свои линии. Но, как мы видим, эволюция... Это не миф. Эволюция происходит с людьми, и они учатся. Они эволюционируют. Он наконец-то это делает, Вова. Он спидпушил птицами. Пупе решил поставить тактическую паузу. Ну, честно говоря, птицы, по-моему, не очень круто спидпушит. Уже на такой стадии их моментально вырубают. Это лучше, чем спидпушить птицами и визажем, и отдавать визажи пять раз подряд. Лучше только птицами спидпушить, а самому находиться на базе. Я, конечно, не уверен. Плохо помню формулу. Но мне кажется, еще несколько смертей, и за птиц будут давать больше, чем за визажа. Поэтому следующий уровень — это опять визажу идти в спидпуш. А птицы должны сидеть на базе, потому что, не дай бог, их убьют. И это слишком много золота. Возможно. Варлок, Мека, Аркантапки. На нем все абсолютно были варды в этой игре. Пупей фармил себе все, что хотел. Сейчас еще зафармит Аганим. Суппорт Паджик обгоняет Тимбера. Да вообще много кто в команде Сикрет обгоняет Клауд Найн. То есть Тимбер еще держится, Снайпер более-менее. Но Варлок может потягаться со Снайпером в скором времени. И мы можем уметь вот эту классическую пять красных сверху, пять зеленых снизу. Я такое видел пару раз. Это девиз Сикрет. Кто не с нами, тот под нами. Готов, Пупей. Не торопится заканчивать. Теперь следим за Айсом. Никс купил свой блинг. Теперь ему никуда бегать не надо. Он все равно никого не убивает. А вот Тимбер имеет 1.6 и этого мало. Время Крипскипа. Айс, давай. Нет, не хочет больше. Накрипскипился уже. Собирает себе Юул, но там есть диффуз. Поэтому не очень эффективный. У Террор Блейда появляется Баттерфляй. Как же тяжело будет его убить. У Сикрет видна дисциплина. Да. Вот они играют прям аккуратно. Они не подставляются. Везде стоят в центре. Даже когда они ведут со счетом 32 на 5. И у них 35 тысяч голды перевес. Даже в этой ситуации они держат себя в руках и не подставляются. Ну, знаешь, это помогает Сикретам зачастую в играх, где у них есть какие-то проблемы, продолжать играть вот в такую доту, сплитить аккуратненько. И они побеждают в таких играх. В то время как отрабатывают они вот эту дисциплину вот в таких матчах, когда казалось бы все хорошо, можно уже там по одному врываться на фонтан. Но нет, играют дисциплинированно. Террорблайт решил сделать вторую бабочку. Одной ему показалось мало. Чем больше статов, тем больше урона. Чем больше белого урона, тем больше урона с импаура. Да, тем более МКБ там даже и не пахнет ни у кого. То есть две бабочки, это практически будет неуязвимость от физического урона. Учитывая количество его брони. Если посмотреть на его броню, то уже 36 армора и 35% миссов. С двумя бабочками там уже будет под 50% и еще больше армора. Ну и, конечно, урон. Урон с импауэром. Ну что, может быть, все-таки Сикрет надумают пойти в финальный пуш? Нет, Сикреты будут стоять на месте, потому что Клаудная все еще могут совершить камбэк. Клауда, как команда, которая совершала очень много чудес, в любом случае может придумать что-то такое, что может повергнуть своего противника на землю и за счет байбэков перевернуть любой замес. Как мы знаем, в этой доте будет у тебя 30 тысяч преимущества, 10, 15, 45, 50. Это не важно, потому что если ты один раз сольешься, то с большой вероятностью враг уже совершает камбэк. Забирают Рошана. Хотя скоро у ТБ уже на Творц больше, чем у Тимбера и у Снайпера вместе взятых. Но видишь, он страхуется. Он не рискует. Смотрите, что купил Визаж. Тебе понравится? Нет. Нет. А вдруг игра затянется еще на 30 минут? Хотя, скорее всего, сейчас Сикреты должны пойти в финальную атаку. Ну, по такой игре можно было вообще смело всем брать. Они все равно сядут на базе. Никуда не ходят. Есть кто-то ходил? Но он, видимо, завязал. Ему команда намекнула, что там ничего нет. Сикреты прожимают Смок, Скан. Скан успевает. Закончится до того, как они выходят сюда. Может быть, кого-то попытаются поймать. Райс подходит. Использует Мидасик. И ему везет. И живет. Его спасают птички. Мидуан. Мидасик православный. Мидуан. Мидуан очень битый, но запрыгивает Кизу. Дает отличный РП. Эрспирит выкупается. Тимбер минус. Никс Ассасин также погибает. Визаж погибает. Нет у них байбека. Самое время писать гудгейм. Но еще продолжают играть у нас в Клауд Найн. Мидуан уходит на фонтан для того, чтобы подригениться. Вытягивают Бэби Найт. Эрспирит его спасает. Дает свой ультимейт. БКБ нажимает Эрспирит. Кизу ставит паузу. Вот это да. У Мидуана закрашилась дота от обилия происходящего. Возможно от того, что график преимущества почти дополз до 45 тысяч. НПГГ пишет Клауд Найн. Вот такая вот победа. По-моему, Кизу просто зарафлил над Клауд Найн. И сделал так, чтобы Клауд Найн проиграли, не потеряв свой трон. Они сделали так, чтобы Клауд Найн сами сдались. Встали на колени. Перед нерушимой мощью Team Secret. Все, говорит Пупей, пора убивать трон. Самое время. Ну что ж, Секреты зарабатывают очередные очки. Да, конечно, они выглядят сейчас очень и очень сильными. Но это всего лишь одна игра. В следующей игре их может ждать совершенно другой расклад, совершенно другой соперник. Но если они будут играть вот так вот в каждой игре, где почти нет ошибок, и они очень круто исполняют такими играми, как Эмбер, Спирит, Магнус и Патч, то они уже однозначно фавориты. Команды на этих квалификациях даже и близко не показывали то, что Team Secret показали сейчас. 45 тысяч, очень серьезная экономика. Вот это мы отмечали еще вчера, то, что отличный секрет от многих команд, то, что когда они ведут, они очень быстро это преимущество наращивают. Посмотри, сколько Пайл Айдай купил сентри за эту игру.